Так получилось, что в какой-то момент просто решил зайти посмотреть джинсы. 9 мая, как обычно, вышла на работу. Я работала там с выходные, праздники и так далее. Прошел Марат в магазин. Увидел симпатичную девушку. Она разбирала там всякие джинсы, раскладывала по полкам. Сначала с ним работала моя коллега-девочка. Потом куда-то коллега моя делась, вышла куда-то. И тут подвернулся момент позвать девушку, которая раскладывала джинсы по полкам. Ну, я как обычно подошла, говорю, так и так, с чего подсказать, с чего помочь. Он там набирал каких-то джинс, ушел в примерочную. Я вернулась опять к Кассе. Я позвал ее, она подошла. Он такой выходит в джинсах, такой весь довольный. Тогда я решил идти в банк, так как девушке понравилось. И спросил, в каких приходить на свидание, когда мне джинсы. Потому что она покраснела, отвернулась чуть-чуть, потом повернулась и сказала, что... Типа, вот ты в этих. И убежала. Стою, гарантирую сюда, что-то дальше на Кассе там делаю. Он приходит с огромной с этой пачкой джинс, которую он мерил. Такой говорит, я беру все. Я ни разу их не одел, да. Только на свидание. В итоге все, он купил джинсы, расплатился и говорит такой, говорит, девушка, может быть, вы мне там телефончик свой оставите? А что, она опять покраснела, сказала, что номер телефона я не знаю, хотя на самом деле уже вижу, не видел, что она уже начала писать его на чеке с другой стороны. А со мной часто на работе знакомились, поэтому я как-то уже автоматом чисто начала писать на чеке номер телефона. Это выглядело очень забавно. Так, такой улыбчивый и смешной. Думаю, ну ладно, если там позвоню, встретимся. В итоге там прошел день. В этот же вечер я ей позвонил. Я предложил встретиться. А у нас там такая фигня произошла на работе. У нас включили во всей МИГе свет, и света не было, и мы не могли закрыть магазины. Я, конечно, так сразу не поверил. Вот, я говорю, ну, как бы не веришь в твое дело. В итоге все, мы как бы попрощались. Я думаю, ну, и, наверное, не будет звонить больше. На следующий день я опять позвонил, опять у него какие-то там проблемы были. В итоге наступает 12-е число. Или 11-го вечера мы, по-моему, с ним созвонились. Позвонил ей четвертый раз, и она сказала, что она ждет меня после работы, чтобы я за ней заехал. Вот, он приехал за мной в МИГу. Я приехал к ней с красивым огромным букетом роз. А мне на первых суданиях никто вообще цвета не дарил, поэтому для меня это было прям вау, ничего себе, прям как в кино. Села в машину, села в машину, мы с ним поехали по кольцу куда-то за город. Она сидела в телефоне, каждую секунду переписывалась там, ну, как я понял, уже потом с подругами, рассказывала, что мы делаем на данный момент. Вот, я пытался с ней поговорить, на что она там что-нибудь мне ответит мимолетное, и опять сидит в телефоне. И ехали в машине по кольцевой, уже выехали, ну, там, ближе к Приморскому шоссе. А я еще тогда, мне там еще 18 лет была, я еще даже что-то такое кольцо, я даже вообще не имела представления. Ну, как бы видела, как там кольцо, какая-то дорога там большая, вся вот эта новая. Когда она видела, что по бокам чисто лес, и нет даже домов, она начала там спрашивать, куда мы едем, что-то такое. Я начал пугать, что едем в лес, а что она сказала, нет, в лес я не поеду. Это выглядело очень смешно, потому что, в принципе, и останавливать, и было там негде, и уйти, и было тоже некогда уже. Вот. После, ну, чего, конечно, я успокоил, что нет, мы едем покушать. В итоге мы приезжаем на Финский залив, в его любимый ресторан, в Макрель. Он там, чуть ли не каждый день там ужинал, и вот он меня туда привез показать. Я даже помню свой столик, вот когда вот сейчас иногда периодически туда приезжаем, вот именно за этот столик, садимся, где у нас первое свидание было. Вот, посидели с ним, пообщались. Мало, она разговаривала, она пыталась так однофразно отвечать. Такое прикольное, свободное в общении было, меня так еще удивило, он такой ведь ха-ха, что-то там шуточки какие-то. Постоянно, что бы я там ни задал, как бы я там не пытался развеселить, растянуть на разговор. Ну, сидишь, стесняешься, может, девочки все, господи, в телефоне там с подружками, там, что, как свидание? На фразу отвечал и постоянно опять сидел в телефоне. Сейчас, конечно, она это отвергает, горе, что такого не было, но это сомфор. Обратно мы ехали там тоже часов в 9, наверное, может быть, в 10 было. Я маме не сказала, что я поехала вообще с каким-то незнакомым мужчиной куда-то на свидание. Сказала, что там типа с другом с каким-то. Вот так пошло наше первое свидание. Ну и все, я вернулась домой такая счастливая с букетом. Дальше, соответственно, уже пошло, все, уже начались звонки каждый день. Мы уже начали встречаться каждый день. И, по-моему, мы уже с ним даже не расставались на какое-то долгое время. То есть мы вот с ним каждый день встречались там, либо я после работы встречалась с ним, либо выходные дни. Может быть, месяц спустя, может быть, полмесяца даже, наверное, спустя. Я решил, что пора нам отдохнуть в Турции. Я такая думаю, ну, чего, чего, ехать, не ехать, думаю, страшно. Ну, вроде мы так с ним каждый день виделись. Уже так, вроде, немножко узнали друг друга. И доверие какое-то он к себе такое сразу вот у него. Ну, вот хочется человеку доверять. Он прямо открытый настолько и добрый. Глаза добрые очень у него. Она, конечно, согласилась. Но она сказала, что мне надо спросить у мамы. По-моему, вроде как тоже отпустила. С мамой я еще не знаком был. Он спрашивал у меня у мамы в тот же день, когда мы улетали. У меня не было на руках ни путевки, ни билетов, ничего. Потому что мы ехали через Москву. Путевки все были в Москве. И вот вечером он приехал за мной. И мама такая, ну, я типа, выду, посмотрю хотя бы, что с кем-то там летишь, чтобы я знала. Сейчас паспортные данные перепишу, чтобы я все в курсе была. Вот. Тут выходит, я мало. И строгим голосом таким говорит. Здравствуйте, я Елена. Марат такой, Марат. У меня весь такой, как клоунесса. Он такой со всеми смеется. То есть вообще простой. Я, говорит, вот еду в Турцию с вашей Катей. Она меня спросила, где путевки. Вообще, где билеты, где путевки. Я сказал, что ничего нету, все в Москве. Она говорит, как ничего нету. Мама запаниковала. Да, я сказал, что все в Москве. И здесь, конечно же, у меня на руках ничего нету. Сейчас мы едем на вокзал, купаем билеты. Потом едем в Москву, а оттуда уже летим. Доверие. И она отпустила. Вот так вот это было. На самом деле, оказалось, что она на тот момент просто строила из себя грозного генерала. Она достаточно добрый человек и душевный. Поэтому, на первый взгляд, конечно, немножко было страшно. Знакомство было веселое.